Привет, друзья! Меня зовут Игорь, и я путешествую. Сегодня мы с вами прогуляемся по Ничангу, самому попсовому курорту Вьетнама. Несмотря на то, что, по мнению некоторых комментаторов в интернете, я сноп и душнила, я скажу заранее, Ничанг мне понравился очень сильно. И поэтому сегодня мы с вами посмотрим его основные достопримечательности, я расскажу, как здесь живется и отдыхается, и чем же Ничанг так хорош. Ничанг Немного общей информации, чтобы мы понимали, где находимся. Ничанг – это достаточно крупный город, на минуточку полмиллиона человек. Столица провинции, находится примерно в тысяче километров с лишним от Ханое, от столицы, и около 500 километров отсюда добираться до Хошимина, самого крупного города страны. Ну и расположен на берегу Южно-Китайского моря. Вообще Ничанг как курорт начал развиваться еще во времена французской колонии, ну а сейчас его котируют как иностранцы, так и сами вьетнамцы, и в общем-то это главный курорт всей страны. Рядом находится аэропорт Камрань, куда до ковида, по крайней мере, летали международные рейсы, в том числе и чартеры, что только способствовало развитию курорта. В доковидные времена Ничанг и вообще Вьетнам очень любили всевозможные дауншифтеры, зимовщики, удаленщики, но сейчас лавочку прикрыли. Речь о визах. Сейчас единственный доступный простой вариант – это электронная виза сроком на один месяц. Она оформляется элементарно, онлайн, срок ее выдачи – три дня, но лучше закладывать неделю. Разумеется, чтобы заплатить визовый сбор, вам потребуется карта какой-нибудь страны, которая пока не переругалась со всем белым светом. Однако вы можете заехать и без визы бесплатно во Вьетнам на две недели, либо аж на целый месяц на остров Фукуок. Но если вы приедете туда, то вам придется там сидеть, как Робинзон Крузо, поскольку выехать с Фукуока, не нарушая визового режима, у вас не выйдет. Электронную визу продлить невозможно. Если кому-то и удавалось это, то это, скорее всего, либо в прошлом, либо какие-то редкие исключения. Поэтому сейчас все вьетнамские зимовщики и политэмигранты вынуждены с упорством обреченных каждый месяц отправляться в паломничество на виза РАН. Чаще всего переходят границу с Лаосом, потому что это бесплатно, и сразу же заезжают обратно по очередной и заранее оформленной электронной визе. Соответственно, условия не супер классные, но пока так. Тем не менее, надо следить за новостями, поскольку, скорее всего, в обозримом будущем Вьетнам ведет визовые послабления, поскольку абсолютно все решения по визовым вопросам в Юго-Восточной Азии происходит с оглядкой на Таиланд, который только и делает, что все упрощает, лишь бы по ранге приезжали и довольным образом тратили свои денежки в экономику страны. Поэтому, скорее всего, ситуация скоро поменяется в лучшую сторону. На текущий момент прямое авиасообщение между Россией и Вьетнамом отсутствует. Но незабвенный авиасейлс вам поможет найти какую-нибудь удобную пересадку, например, в Абу-Даби. Однако, судя по новостям возобновления, авиасообщение обсуждается. Поэтому, опять-таки, ставим уведомления о низких ценах на высшую упомянутую авиасейлс. Ждем, надеемся и верим в дешевые авиабилеты. Авиасейлс. Сервис для покупки дешевых авиабилетов. Возвращаемся к Ничангу. Чем же он так, собственно, хорош? Нужно понимать, что это именно городской курорт. Сельских пейзажей и деревенского умиротворения вы здесь не встретите. Однако, это прям курорт на максималках. Всевозможных гостиниц, кафешек, туристических услуг здесь представлено неимоверное количество. И все это отлажено как хороший механизм и работает на высоком уровне. К примеру, начинается все еще в аэропорту Камрань. Как правило, когда вы прилетаете в какой-то аэропорт, вас первым делом окружает таксичная мафия, которая пользуется тем, что вы устали, у вас нет связи, или вы, возможно, не очень понимаете, как добраться до гостиницы, здесь устроено по-другому. Да, бомбилы есть тоже, но тем не менее, сотрудники аэропорта буквально вас за руку берут и отводят в официальный сервис автобусов, который вас довезет непосредственно до гостиницы за 200 рублей. А ехать, кстати, почти час. В самом же городе все ухожено, пляжи чистят, жилье есть на любой кошелек, но я про это еще расскажу отдельно. Цены одни из самых приятных по региону и довольно неплохое море. Центральный городской пляж называется Long Beach. И пляж, конечно, мое почтение. Крупный желтый песок, теплая прозрачная водичка. В общем, все здесь очень и очень прекрасно. Пляж тянется на 6 километров вдоль всего города, начинается примерно от канатной дороги на остров Хонче и заканчивается уже на севере города. Пляж муниципальный, его можно посещать совершенно бесплатно, то есть даром. Вы можете взять в аренду шезлонг примерно за 80 тысяч донг у предприимчивых вьетнамцев, которые будут ухаживать за своим клочком песка, а также продавать напитки и закуски. Всегда есть вариант отправиться в какой-нибудь изысканный пляжный ресторан, и тогда еду и бухло вам будут подносить непосредственно на лежак, а вы себя сможете почувствовать вип-персоной. Ну и, разумеется, есть пролетарский вариант валяться на полотенце. Это тоже совершенно не возбраняется. От пляжа открывается довольно эпичный вид, настоящий в рядок вдоль набережной, 40-этажные отели и апартаменты. Мне Ничанг даже немножко напомнил район Дубай-Марина, потому что там море тоже плещется фактически о подъезда небоскребов. Да, в Ничанге, конечно, не настолько футуристично, но, тем не менее, тоже весьма и весьма впечатляющее зрелище. Главным достоинством этого пляжа можно считать то, что он отделен от проезжей части достаточно широкой парковой зоной. Вдоль всего пляжа и до трассы тянется скверик, в котором, во-первых, тенечек, лавочки, туалеты, фонтанчики питьевые, ногомойки. Вы там можете вечерами прогуливаться, либо днем укрываться от палящего пекла, ну и наслаждаться зрелищем, как вьетнамцы упарываются по здоровому образу жизни на всевозможных садовых тренажерах. Единственный недостаток, который есть у центрального пляжа, он следующий. Море здесь бывает неспокойное, и поэтому иногда здесь достаточно сильные волны, и с детьми будет буквально не покупаться. Тем не менее, это сезонная история. В разгар сезона, как правило, море становится более спокойным. Ну и плюс за городом есть еще несколько пляжей, которые намного более уединенные в окружении природы, и поэтому если надоест здесь, то можно поехать на какой-то другой пляж. Единственный момент, о котором стоит предупредить отдельно, здесь во Вьетнаме очень жесткое солнце. Обгореть можно просто вмиг, и даже не заметите как. Я, хотя уже практически год под солнцем в теплых странах, все равно по прилету здесь немножко подгорел. Поэтому мажьте всевозможными средствами от солнца, а также обязательно имейте с собой в аптечке проверенное средство от солнечных ожогов. Например, я могу посоветовать лиоксозин гель. Если уж вы обгорели, то не стоит доверять народной медицине, растираться сметаной, мазаться водкой. Это все лучше употреблять по прямому назначению. Лучше используйте лиоксозин, который моментально снимает боль, вызывает охлаждающий эффект, не пачкается, быстро сохнет. Но и поможет при укусах насекомых и медуз. Медуз конкретно в Ничанге я не встречал, однако когда был в Гоа, меня жалили трижды. И при этом следы от укусов проходили два месяца, так что имейте в виду. Лиоксозин гель поставляется в небольшой удобной упаковке и продается по адекватной цене. По ссылке в описании вы узнаете, где его можно купить. Так что если вы собираетесь в теплые края, не откладывайте покупку на потом, иначе будете ходить полотпуска в волдырях. Самая впечатляющая затея для туристов Ничанге это, разумеется, парк развлечений Вин Перл. Его еще иногда называют вьетнамский Диснейленд, что не совсем корректно, потому что этот парк не тематический, в отличие от того же Диснейленда. Да, разумеется, здесь пытались создать какую-то общую тематику, вроде как это все мотивы объединения Вьетнама и мировой культуры, но это не считывается, поэтому скорее парк представляет собой просто огромный набор всевозможных развлечений, которые пришли в голову создателям этого парка. Находится это великолепие на отдельном острове под названием Хонг Че, в трех километрах от, собственно, Ничанга. Чтобы сюда попасть, есть несколько способов. Самый эпичный – это проехаться на канатной дороге. Но прямо сейчас она закрыта на реконструкцию, поэтому остается один-единственный вариант – ехать на скоростной лодке минут за семь. Разумеется, удовольствие – это не из дешевых. Билет стоит 800 тысяч Донг на взрослого и 700 тысяч на ребенка, то есть практически то же самое. Однако работает парк по принципу «все включено». Когда вы заплатили за вход, разумеется, туда же входит поездка на лодке, вы уже можете пользоваться абсолютно всеми активностями, сколько хотите, насколько хватит сил. Если это попытаться как-то структурировать, то в парке есть следующие зоны. Первое – это, в общем-то, наземные аттракционы, назовем их так. И, на мой взгляд, это самая слабая сторона парка, потому что такое ощущение складывается, будто эти аттракционы строили нас дачу. Ну, разве что, кроме колеса обозрения, которое действительно эпичное и очень высокое. К примеру, американские горки здесь даже без петли, то есть в каком-нибудь условном Сочи парке аттракционы намного круче и экстремальней. Вышка свободного падения тоже невысокая. И вообще вот этот парк наземных развлечений, он называется Вин Вандерс, больше похож на парк ожидания, поскольку к самым интересным аттракционам, разумеется, огромные очереди, выходные и в топовое время можно стоять час-полтора и больше. И при этом, мне кажется, они того не стоят. Дальше идет аквапарк. Вот аквапарк как раз-таки хороший. Я не могу сказать, что там есть что-то просто поражающее воображение, но горок много, есть как детские, так и достаточно экстремальные. Их штук 40, я говорю только о больших, каких-то маленьких огромное количество. И там, как правило, нет очередей, поскольку горок огромное количество, и народ более-менее равномерно рассасывается между всеми ними, поэтому там можно кататься много, довольно быстро, ну и, в принципе, классно проводить время. Помимо этого, есть парковая прогулочная зона, где представлены всевозможные зеленые насаждения со всех континентов. Ну, в общем-то, отличное место для классных фотографий, но скучновато. Дальше имеется аквариум, довольно впечатляющий. При этом он устроен таким любопытным образом, что сначала вы смотрите самые скучные, как заходите. Ну, заходите, там какие-то черепашки сидят, игуаны, змея в вольере, какие-то рыбки аквариумные плавают. И ты уже думаешь, ну все, какой-то отстой, трата времени. Но потом ты попадаешь в главный аквариум, то есть в такую здоровенную трубу, которая проходит сквозь, собственно, основной резервуар. И вот как раз над головой будут плавать всевозможные акулы, здоровенные рыбины. И это все выглядит действительно неплохо. Разумеется, тут есть пляж. Пляж очень хороший, скорее всего, с завозным песком. Он очень мелкий, как мука. Напротив, в Ничанге песок намного крупней. Пляж классный, вопросов нет. С другой стороны, если вы заплатили 800 тысяч донгов за день, то лежать на этом пляже, мне кажется, слишком дорого. Можно совершенно бесплатно полежать на городском пляже в Ничанге. Ну и помимо всего прочего, здесь имеется зоопарк, который достаточно интересный. Я, конечно, не поддерживаю содержание зверей в неволе, но вместе с тем, наверное, детишкам показать будет очень круто. Потому что, в отличие от некоторых других зоопарков, тут звери незачмошенные, достаточно жирненькие, ухоженные, вид имеют достаточно довольный. Плюс в этом зоопарке содержатся все самые интересные звери. Жирафы, носороги, бегемоты. В общем, там все есть такое. Также тут есть достаточно большая зона со всевозможными интерактивными виртуальными развлечениями. Ну, в духе вы надеваете 3D-очки, вас сажают в кресло, которое всячески вокруг себя вертится, и показывают мультик про то, как вы катаетесь по тем же самым американским горкам, но уже в виртуальной реальности. В принципе, прикольно. Ну и, мне кажется, это в первую очередь для детей. Ну и, соответственно, есть достаточно большая зона, где можно погулять и посмотреть всякие шоу-программы, которые здесь устраиваются по вечерам. Ну и плюс каждый вечер здесь проходит шоу танцующих фонтанов. Как правило, я такого рода развлечения игнорирую, потому что, во-первых, это стоит достаточно дорого, а я путешествую максимально бюджетно. Плюс к тому, у меня жена боится абсолютно всех аттракционов, поэтому платить деньги за вход и сидеть на лавочке, наверное, не самое правильное решение. Хотя в этот раз она даже с двух горок прокатилась, что достойно уважения. Так вот, в один прекрасный день мы с женой немножко затусили, перебрали с алкоголем и решили, что нам обязательно нужно посетить вьетнамский Диснейленд. Более того, мы забронировали на острове пятизвездочный отель за 4 миллиона донгов. Мы так обычно не делаем. И на следующее утро буквально прикладывали ладонь к больной голове и думали, во что мы вписались. Тем не менее, бронировать отель на острове – это своего рода лайфхак, поскольку все отели здесь, как на подбор, дорогие. И они либо по умолчанию включают посещение парка аттракционов на всех гостей отеля на два дня, либо есть такая отдельная опция. С отелем схема следующая. Вы его бронируете и можете приехать до чекина сильно заранее к открытию парка. Вас пустят. Целый день до вечера тусить в парке, потом отправиться в отель, там переночевать, позавтракать и на следующий день еще с открытия до закрытия тусить в этом парке развлечений. Поэтому с учетом ночевки, завтрака и возможных скидок, которые эти отели иногда предоставляют, получится действительно довольно выгодно. В итоге весь вчерашний день мы сначала исследовали парк развлечений, потом переночевали в неоправданно дорогом отеле, слишком роскошном для нас. Ну и, соответственно, второй день уже пытаемся что-то поснимать и, может быть, просто подкисаем. Что касается времени, которое нужно затрачивать на Win Perl. Наверное, одного дня хватит, но надо приезжать прямо к открытию. Пока холодно, смотреть зверушек, ходить в аквариум. Потом быстренько покататься на наземных аттракционах. Ну а когда начинается самое пекло, идти в аквапарк. Тем не менее, несмотря на то, что здесь кругом есть таблички, какие-то помогалы бегают, карту выдают, сориентироваться здесь достаточно сложно, потому что территория большая. Тем самым большую часть времени вы будете разбираться, как пройти прямо и стоять в очередях. И если вы сильно любите такого рода движухи, то, наверное, ехать на два дня имеет смысл. В итоге, назвать себя сильно любителем всевозможных Диснейлендов я не могу. Я катался на всех этих горках, но скорее потому, что уплощены деньги и вроде как надо это делать. При этом мне не очень-то хотелось. Тем не менее, этот парк производит достаточно приятные впечатления, потому что здесь очень много всего разного. Нет ничего такого прям супер выдающегося, но поскольку здесь затея огромное количество, в совокупности действительно, наверное, находится какое-то интересное времяпрепровождение буквально для каждого человека, любого пола и возраста. Туристический центр Ничанга – это, наверное, первая, вторая и третья линия вдоль моря. Как раз-таки в этом районе и сосредоточено основное жилье для туристов, рестораны с понятной едой и всевозможные ларьки с экскурсиями. А сам городской центр, он находится подальше от моря. Там всякие школы, больницы и просто жилые районы. Ну а первая линия сплошняком застроена апартаментами и отелями по 40 этажей. Как правило, я не останавливаюсь подробно на жилье в той или иной стране и уж тем более не показываю, где живем мы сами. Потому что, во-первых, особо нечем хвастаться, мы путешествуем бюджетно с женой. Ну а во-вторых, в общем-то, блог про города и страны, а не про то, как я купаюсь в бассейне. Но не рассказать о жилье в Ничанге это будет неправильно, потому что это часть общей картины. Дело в том, что во Вьетнаме и конкретно здесь считается, что арендное жилье, которое доступно туристам, чуть ли не самое лучшее в мире по соотношению цены и качества. Да, люди, которые много путешествовали по Азии, в курсе, что в странах региона довольно легко найти неплохое, комфортное жилье за адекватные деньги. Но здесь в Ничанге это просто что-то невероятное. Дело в том, что практически в любой из этих домов вы можете заехать по цене ну максимум 2000 рублей в сутки. Есть исключение, как правило, это отели пятерки, которым принадлежит здание целиком. Тем не менее, найти какой-то вариант за 1000 рублей в сутки на первой линии вполне возможно. А если, соответственно, будете удаляться от моря, то либо цена будет падать, либо степень комфорта будет расти. Рублей 700 где-то там на пятой-десятой линии за ночь это вполне реальный вариант. Ну а если вы снимаете хату здесь на долгий срок, то можно найти что-то тысяч за 10 рублей в месяц. И при этом это будет не какой-то мрачный колоповник, а вполне современная квартира, только далеко от моря. Большинство жилья здесь представлено апартаментами, то есть вам будет доступна по факту квартира, начиная от студии и заканчивая семейными вариантами несколько комнат. То есть у вас будет кухня, всевозможные посуды, сковородки, ложки, вилки, стиральная машина опционально и зачастую в стоимость входит пользование бассейном, который есть на территории, либо даже иногда на крыше, тренажерным залом и чем-то еще. Как правило, все эти большие апартаменты попилены между разными субарендаторами, которые то ли поэтажны, то ли еще как-то сдают отдыхающим жилье. И, соответственно, в зависимости от конторы, у которой вы снимете жилье в том или ином здании, будет зависеть цена и насколько ушатанное все внутри. Да, скорее всего, в Ничанге попадаются и не очень хорошие варианты, но в целом жилье здесь приятно удивляет. На своем примере мы с женой остановились вот в этом домике, если что, называется панорама-билдинг, с махина 40 этажей и, соответственно, с огромным бассейном на крыше, который совершенно безумный, идет вот так вот по всей стороне и имеет обзор на 360 градусов. Бассейн на крыше платный, стоит 300 рублей в день, но есть и бесплатный, который находится на шестом этаже, не настолько эпичный, но тоже ничего. Соответственно, верхние этажи здания занимает отель пятизвездочный, в котором достаточно дорого, но, судя по фоткам с букинга, номера мало чем отличаются от нашей студии. Ну, а остальные этажи попилены между всякими субарендаторами. Соответственно, студия в этом милом домике с кухней и балконом на 15 этаже обошлась в 1200 рублей в сутки. При этом его каждый день убирают, приносят чаек, копеек, водичку. И внутри там тоже очень прилично. Короче, шикардос. Вы просто вспомните, что можно снять за 1200 рублей за ночь у вас в городе. Здесь же во Вьетнаме высокое качество относится к жилью, наверное, любой ценовой категории. То есть, если вы селитесь в мажорский отель, там все круто. А если вы бронируете хостел, их тоже хвалят за чистоту и удобство. Поэтому многие люди, которые впервые оказываются во Вьетнаме, удивляются, а что, вообще так можно было? Да, во Вьетнаме можно. Ну и, кстати, находится эта панорама не просто в центре города, а буквально на пересечении набережной и главной дороги. То есть, центреи вообще уже невозможно. А если, соответственно, вас не обламывает добираться до пляжа минут 20, то можно найти что-то либо дешевле, либо еще лучше за те же самые деньги. В окрестностях Ничанга, помимо самого большого знаменитого острова Хон Че, на котором расположен Вин Перл, есть еще довольно много других островов, и часть из них доступны для посещения туристам. Где-то хорошие пляжи, красивая природа, где-то дайвинг-снорклинг, и поэтому на эти острова всех возят в рамках всяких катаний на лодках и так далее. Мы с вами приехали на так называемый остров Обезьян, который находится в 15 километрах от Ничанга и в 2 километрах от берега. Сюда можно приехать самостоятельно, заплатив 150 тысяч донгов на северной пристани за билет в два конца. При этом потом уже вам платить ничего не нужно будет. Все, в принципе, включено. Исходя из названия, очевидно, что на этом острове множество диких обезьян. Остров совсем крошечный, его можно обойти буквально за 20 минут, и когда вы стоите посередине, то, в общем-то, видно оба его берега. И он состоит из двух частей. С одной стороны, это горы и непролазные джунгли, где, в общем-то, большинство обезьян обитает, а вторая часть облагорожена для туристов. Здесь, собственно, и можно ходить, гулять, наслаждаться обществом обезьян и всячески умиляться с них. Считается, что на острове примерно полторы тысячи обезьян, и поэтому можно сказать, что они действительно здесь кишат кишами. Обезьян очень много. Формально все это великолепие считается заповедником, но на самом деле уже давно превратилось чисто в туристический аттракцион и в развлекалово для туристов. Обезьяны здесь не просто так появились. Дело в том, что когда-то в прошлом на этом острове их разводили специально и при этом для Советского Союза. 80% обезьян поставлялось в Советский Союз во всякие лаборатории на опыты. Потом это сотрудничество прекратилось, и на этом острове обезьяны начали плодиться бесконтрольно. Ну а потом вот придумали такой туристический аттракцион. Соответственно, основная часть острова, которая открыта для посещения, очень хорошо облагорожена. Кругом тропинки, инстаграммные локации, в общем-то, красота необыкновенная. Есть пляж со спокойной водой, переодевалки, душ, туалет, ресторанчики. В общем, полная инфраструктура. Поэтому надо сюда ехать, наверное, на целый день. Не нужно думать, что обезьяны это прям такие безобидные, милые создания. С ними, конечно, надо быть осторожным. Поскольку они себя ведут как гопники. Если будете ходить с каким-нибудь целлофановым пакетом, им шуршать и размахивать, они наверняка у вас его постараются отжать. Соответственно, свои манатки тоже без присмотра здесь нельзя оставлять нигде. Иначе вашу сумочку утащат наверх пальмы, вам придется за ней карабкаться в лучшем случае. А в худшем вы ее не найдете больше никогда. Несмотря на то, что эти обезьяны привыкли к людям, тем не менее, они могут вас укусить или поцарапать. И тогда у вас будет шанс умереть от бешенства или спида. Три раза в день, ежедневно, на этом замечательном острове устраивается крин-шоу с участием дрессированных собак и обезьян. Я, конечно, не знаю, сколько раз несчастные макаки получали по хребтине палкой, прежде чем освоили велосипед. Ну а когда какая-то несчастная псина пыталась залезть на лестницу и потом пройти по канату, я надеялся, что она укусит дрессировщика за яйца. Это было бы, конечно, справедливо. В общем, смотреть это представление или нет, это на вашей совести и на совести, собственно, организаторов. Тем не менее, поездка на остров достаточно интересная. И, наверное, имеет смысл здесь оставаться на весь день. Если говорить о ценах во Вьетнаме, то, если коротко, здесь недорого. Разумеется, самая большая трата это будет сюда добраться. Это, наверное, 80% трат, а то и 90%. Если вы летите из России, конечно, но уже оказавшись здесь, во Вьетнаме можно сэкономить. Про жилье мы поговорили. Еда, в принципе, тоже очень доступная. Какой-нибудь суп фобо стоит 30 тысяч донгов. Блюдо что-то вроде курицы с рисом в местной кафешке 50. Ну, а по цене обеда в Макдональдсе можно сходить в довольно приличное заведение. Ну, а самые крутые рестораны здесь выкатывают чек, если не заказывать всякие дорогущие вины и лобстеров. Наверное, как в забегаловке средней руки в Москве. Поэтому экономить здесь вполне возможно. Еще, Вьетнам — это одна из немногих стран, где вам пригодится карта российского банка. Со многими допущениями и оговорками здесь принимают карту МИР. Вернее, вы сможете здесь снять по ней наличные в банкоматах одного-единственного банка, который называется ВИ-Э-Э-Бэ, что расшифровывается как «Вьетнамско-русский банк». Поэтому неудивительно, что он переваривает кое-как карты МИР. Соответственно, расплатиться вы по этой карте не сможете практически негодяя. Поэтому привыкайте таскать с собой гору налички. А учитывая, что за 100 баксов вы получите два мульта с лишним донгов, этой налички у вас будет достаточно много. По отзывам туристов. Также в Ничанге прекрасным образом работает карта платежной системы UnionPay, которую как раз-таки можно открыть в России. Но если у вас нет ничего вышеперечисленного, то вы опять-таки сможете воспользоваться услугами всевозможных миниал, которых можно найти в Telegram-чатах по Ничангу. Вы просто пишите в поиске «Ничанг», этих чатов у вас выскочит довольно много. А там уже, соответственно, найдете какой-нибудь чувака, который за перевод на Сбейр или Тиньков вам привезет местную валюту. Разумеется, это неблаготворительность, у чуваков своя комиссия, но живем в такие времена, что выбирать особо не приходится. Самая впечатляющая историческая достопримечательность Ничанга это Чамские башни по Нагар, которые расположились практически в центре курортной зоны. Такое название происходит от имени древнего королевства Чампа, которое находилось в этих краях с 7 по 17 век. Соответственно, башням этим свыше тысячи лет, и при этом сохранились они прекрасным и замечательным образом. Однако их осталось всего четыре, а когда-то было десять, и это все вместе представляло собой огромный религиозный комплекс. По идее, каждая башня посвящена какому-то конкретному божеству. Место и сейчас считается святым, поэтому, чтобы зайти внутрь главной башни, вам нужно прикрыть колени, а в моем случае еще и расстаться с любимой кепкой. Но если вы только с пляжа, то предприимчивые вьетнамцы этот момент предусмотрели. И совершенно бесплатно вам выдадут на прокат балахон, в котором вы будете выглядеть как служитель зловещего религиозного культа. Цена входа на территорию исторического комплекса 30 тысяч донгов. И иногда здесь проходят всевозможные представления в национальном стиле, пляски, музыка и все такое. Чамские башни находятся на небольшом холме, поэтому отсюда открывается довольно неплохой вид на город, но учитывая, какое количество в Ничанге высотных апартаментов, не исключено, что если вы окажетесь здесь, то с вашего балкона вид будет еще лучше. Для кого-то еще большим плюсом станет наличие в Ничанге большого русскоязычного комьюнити. Дело в том, что помимо полчищ русских туристов, здесь достаточно много народу, кто либо живет долгий срок, либо вообще постоянно. Так вот, мало того, что все эти люди сбились во всевозможные чаты в Телеграме, и там вы сможете решить любой вопрос, просто там спросите, и знающие вам подскажут. Так еще они и наоткрывали огромное количество малого бизнеса, начиная от ресторанов, заканчивая барбершопом. Соответственно, понятная еда вам гарантирована. Если не заходит местная кухня, то котлету с гречкой вы точно здесь найдете без проблем. Либо, например, вы не дружите с английским, но хотите ездить на экскурсии. Есть, соответственно, экскурсионные ларьки с русскими гидами, русскими организаторами. Там вам будет все просто и понятно. Ну и, соответственно, поскольку Ничанг облюбовала публика из стран бывшего СНГ, вьетнамцам тоже приходится подтягиваться. Какие-то реплики те, кто работает на пляже с туристами, уже выучили, а во всех кафе так или иначе меню переведено на русский язык. Так что, если вы не удосужились выучить английский хотя бы до уровня третьего класса, вам здесь будет комфортно. Друзья, поскольку я совершенно не сомневаюсь, что в один прекрасный день мудрое российское правительство YouTube закроет, я призываю вас подписываться на мои альтернативные социальные сети, чтобы не потеряться. Часть из них я завел только что. Во-первых, это группа ВКонтакте. Поскольку между съемками и публикацией видео иногда проходят месяц и больше, там я буду делиться новостями плюс-минус онлайн. Плюс туда же будут дублироваться видео. Далее, это канал в Телеге. Там мы с вами сможем, во-первых, общаться, ну а во-вторых, если моя творческая самодеятельность разовьется, будем вместе решать, куда ехать и про что снимать в следующий раз. Ну и для самых отчаянных. Если вы испытываете непреодолимое желание донатить блогерам-дармоедам, то я не могу лишать вас такой возможности пожертвовать часть кровно заработанных вами денег мне. И тем самым поддержать развитие канала. Я завел Бусти и Патреон. Это подписочные сервисы, где вы платите денежки мне каждый месяц, а взамен смотрите мои ролики без рекламы, раньше, плюс я буду делиться там эксклюзивами. Бусти используется, если вы живете в России, а Патреон, если за рубежом. Уже сейчас на этом самом Бусти и Патреоне есть ролик про Мишленовский ресторан в Бангкоке. Так что, друзья, давайте дружить и быть более социальными. Отношения с религией во Вьетнаме достаточно сложные и противоречивые. Дело в том, что десятилетия правления коммунистической партии привели к тому, что 80% населения по официальной статистике считаются атеистами. Во Вьетнаме был эпизод гонений на религию. Конечно, монастыри и храмы не взрывались с таким энтузиазмом, как в Советском Союзе не переделывали их под дворцы пионеров и сельские клубы. Тем не менее, определенные притеснения происходили. Однако, сейчас Вьетнам гарантирует свободу вероисповедания и поэтому, скорее всего, вышеуказанная статистика сильно завышена в угоду правящей партии и властям. Широкая общественность обычно считает, что здесь все буддисты. Разумеется, буддизм распространен во Вьетнаме, как и во всех странах Юго-Восточной Азии, но больше здесь население угорает по всевозможным народным поверьям, культу предков, духам природы и прочим-прочим странным религиям. При этом, свои обряды, они, как правило, справляют именно в буддийских монастырях, за счет чего и сформировалось такое мнение. Мы сейчас в пагоде Лонг Шон, это главный буддийский храм на территории провинции. Здесь умиротворяющая атмосфера, кругом скульптуры восточной тематики. В общем, место заставляет задуматься о великом. Однако, оно помнит и неспокойные времена. Речь о так называемом буддийском расколе во Вьетнаме. Дело было следующим образом. Когда Вьетнам был разделен на север и юг, французское правительство Южного Вьетнама начало притеснять буддистов, запрещая демонстрировать им религиозную символику, нормальным образом отмечать свои праздники, что привело к народным восстаниям, а буддисты в знак протеста начали устраивать массовые самосожжения. С подачи жены тогдашнего президента Южного Вьетнама такие акции протеста получили язвительное название «Буддийское барбекю». И вот, по некоторым данным, на территории этого храма они тоже происходили. В общем, сейчас такое пекло, что пора мне идти куда-нибудь в тенечек, пока из-за меня не получилось блогерское барбекю. С большой натяжкой Ничанг можно назвать всесезонным курортом. Дело в том, что даже в сезон дождей, который идет здесь с октября по январь, обычно не бывает такого, что дождь идет несколько дней без остановки, и вы даже не можете выйти из дома. Но, если вы не хотите рисковать, то лучшее время для посещения курорта это, наверное, с марта и по конец августа. В январе и феврале, как правило, осадков уже не бывает. Сейчас конец марта, и вот последние три недели дождь ни разу не шел. Но январь и февраль это самые холодные месяца. Ночью погода может быть плюс 20, поэтому море не супер теплое. Нормально, конечно, но не как парное молоко. Плюс эти месяцы считаются самыми ветренными, и море может штормить. Если это вас не смущает, то тоже сойдет. На жаре, в окружении, пальм достаточно необычно выглядит готический кафедральный собор Ничанга. Он был построен около ста лет назад при французах и, разумеется, по их желанию. Внутри собора величественный полумрак, сводчатый высокий потолок и очень красивые витражи на окнах. Раньше вокруг собора было кладбище, но его со временем перенесли, а на месте кладбища построили вокзал. Будем надеяться, что это не навлекло какое-то старинное проклятие, иначе пользоваться вьетнамскими электричками будет страшновато. На самом деле, останки усопших с того кладбища кремировали и перезахоронили вот здесь в стене собора. И если вы будете здесь прогуливаться, то можно обратить внимание на одну печальную деталь. Годы жизни у большинства здесь похороненных обрываются между 65-м и 75-м годом. И большинство людей не дожило даже до 30-ти. Все это жертвы Американо-Вьетнамской войны. Что касается интернета во Вьетнаме, с ним все хорошо. Поскольку я цыган и постоянно качу, и при этом работаю удаленно, проблем с интернетом я, конечно, повидал огромное количество. Здесь же во Вьетнаме на мои глаза буквально слезы счастья наворачивались. В первой гостинице по умолчанию Wi-Fi выдавал 50 мегабит в обе стороны, а в апартаментах здесь, в Ничанге, под сотку. Плюс решением всех проблем может стать покупка туристической сим-карты с безлимитным интернетом, который еще и можно раздавать без ограничений. Стоит это удовольствие не очень дорого. Цену уже не подскажу, забыл, но при этом это разовая трата. Один раз купил и забыл. Действует два месяца. Как ни странно, первая ассоциация, которая приходит мне в голову, глядя на Ничанг, это тайская Паттайя. И тот, и другой. Это крупные города-курорты с высотками на набережной, с пляжем в центре города. Но Ничанг это то, чем хотела стать Паттайя, но так и не стало. Про Паттайю я тоже снимал и по большому счету довольно негативно о ней высказывался, чем навлек немало гнева в комментариях. Люди писали, типа, да что ты понимаешь, я здесь прекрасно отдохнул. Я так думаю, что это в основном мнение людей, которым просто жалко 200 ксарей или сколько они заплатили за путевку, а потом какой-то выскочка из интернета утверждает, что за свои бабосики они приехали на помойку. Так вот, в Ничанге как раз таки приятно и отдыхать, и работать, и жить. Это место, куда прям хочется возвращаться и не очень хочется уезжать. Комфортное жилье, низкие цены, хорошее море, развитое сообщество, что еще нужно для жизни. Во Вьетнам я вернусь еще с большим удовольствием, зависал бы в Ничанге подольше, посмотрел бы другие города, но визаранить туда-обратно у меня нет ни малейшего желания, поэтому следующие выпуски будут, скорее всего из Камбоджи. Так что, друзья, ставьте уведомления, чтобы YouTube показывал вам мои видео, ставьте лайки, чтобы он их продвигал, и делитесь вашим ценным мнением в комментариях. Увидимся, всех благ!